Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью» в студии Татьяны Молоковой. Сегодня у нас в гостях депутат Чебоксарского городского собрания, председатель комиссии по городскому хозяйству Дмитрий Неконоров. Сначала визитка гостя, потом будем беседовать. Дмитрий Неконоров, депутат Чебоксарского городского собрания от избирательного округа номер 14. Родился 23 декабря 1976 года в городе Чебоксары. Окончил Чуварский государственный педагогический институт и Московский университет потребительской кооперации. Кандидат педагогических наук. Дмитрий Неконоров, председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству, член постоянной комиссии по вопросам градостроительства, землеустройства и развития территории города. Женат, воспитывает двух дочерей. Дмитрий Валерьянович, спасибо большое, что согласились прийти к нам в студию и ответить на наши вопросы. Давайте первый такой глобальный вопрос. Вопрос, тема, о которой говорят, наверное, все лето в Чебоксарах. Это программа формирования комфортной городской среды. Вот как сейчас идет реализация этой программы? Все успеваем сделать до холодов или все-таки есть где-то отставание? Добрый день. На самом деле, вы очень затронули такой большой, объемный вопрос, который волнует многих горожан. Скажу сразу, что над этой программой мы работали давно. Работали с апреля месяца, при том работали не только в администрации, но и непосредственно работали с горожанами, и они принимали активное участие. Данная программа, если вы помните, делилась на два этапа. Первый этап – это включились у нас дворы. Второй этап – это общественные пространства, городские общественные пространства. Если коснуться городские общественные пространства, то мы в этом году делаем их три. Это первое – Дом МОД, второе – Сквер Константина Иванова и площадка перед Шубашкаром, торговым центром Шубашкара. То, что касается Дом МОД. Выиграла подрядная организация наша местная ООО «Зеленстрой». Она провела там работы, и работы там на данный момент завершены. В момент работы проект претерпел небольшие изменения. Там поменялись из-за того, что проходит очень много коммуникаций, поменялись непосредственно архитектурные решения. И немножко сам фасад камней, бордюров и скамеек был в другие цвета окрашен. Работа сейчас там завершила. И я думаю, что многие горожан заметили уже, что все-таки то, что мы сейчас сделали, хоть и там пусть не на большую очень сумму, но глаз радует. Да, красиво стало. Стало более красиво, стало более уютно. Второе – это сквер Константина Иванова. Самый большой по объему сегодня у нас – это лот на 48 миллионов. Работы там в данный момент ведутся. Недавно была выездная комиссия во главе с Ладоком, где были определены, какие будут применены архитектурные решения. Выбран был материал, которым будут делаться. Работы ведутся в данный момент. Мы очень надеемся, что они успеют сделать все к сроку. А не в этом ли сквере возник вопрос с раскопками? В этом сквере возник вопрос с раскопками. Вопрос этот решается. Все работы пока еще ведутся, потому что есть определенные места, где шли раскопки. Но, в общем, территория большая. То есть вы держите этот вопрос на контроле? Да, мы держим это на контроле. Туда и выезжала определенная комиссия, то есть и Минкультура. Там все идет в плановом порядке сейчас. На что будет больше упор? На реализацию программы или на сохранение исторического наследия? Мне кажется, что здесь вообще нужно вкупе смотреть. Потому что все-таки историю никогда нельзя бросать в сторону. С ней нужно считаться. И вообще от истории идет жизнь вперед дальше. Поэтому делаются упор, конечно же, и на то, чтобы сделать этот сквер более интересным. И в тот же момент историческая часть зрения тоже смотрит на все это. Вообще, когда мы проводили там общественное слушание непосредственно с жителями данного микрорайона, мы это все смотрели. И тогда тоже говорили о том, что, возможно, там что-нибудь под землей да будет. Потому что есть старые сказания, что там был древний город. Там была крепость, если вы знаете. Там были въездные ворота в эту крепость. И мы еще просматривали и думали о том, чтобы, может быть, вообще воссоздать эту старую крепость. Поэтому вопрос пока немножко открытый, но сквер все равно нужно преобразить. Потому что там много людей гуляет. Асфальт там как такового уже нет. Он там в ямах. Поэтому, как бы то ни было, ремонт требуется в этом сквере. Сейчас мы пока делаем в такой малой форме, я так понимаю. Но со временем мы, думаю, что вот эта вот, вот непосредственно именно эта часть, она очень туристами будет востребована. И там нужно уже подумать, если там есть на самом деле старинный город, то, может быть, там нужно сделать и подземные какие-то спуски, ходы. Или, может быть, вверх застеклить для того, чтобы подземный город открыть. То есть это очень дорогостоящая, очень полномерная работа непосредственно уже и архитекторов, и Министерства культуры для того, чтобы данный проект вначале сделать, а потом еще и защитить уже Министерство культуры Российской Федерации. Потому что сами, я думаю, мы этот проект точно не осиним. Третий проект. Мы говорили про площадку перед торговым центром «Шупашка». Замечательная площадка. Она, кстати, тоже довольно-таки большая. Если вы помните, в советские времена там были фонтаны. Мы эти фонтаны тоже так же хотим реанимировать. Естественно, конечно, уже это будет в другом обличии, не в таком, как это было раньше. Сейчас проходит первый этап. Первый этап – это зеленение перед торговым центром «Овоз». Там у нас работает сейчас зеленстрой, там делаются пешеходные дорожки, велодорожки, будут дорожки для скейтбордов. Вот пока вот в таком режиме. Основной этап по «Шупашкару» – это будет в следующем году, в 2018. По дворам? 25 дворовых пространств в этом году мы делаем. Непосредственно участие принимали во всех обсуждениях жителей. Это многоступенчатый этап прохождения процедуры проекта. Он был у нас в этом году, где люди вначале предлагали проектанту то, что они хотят. Потом проектанты все это рисовали, обсчитывали. Потом опять на обсуждение людям все это выдвигалось. Они говорили, нет, вот это теперь нам не нужно, потому что это тоже было софинансированным, если вы помните. Правда, хоть очень небольшим, но все же и люди на тот момент от некоторых вещей отказывались. Но 25 дворов мы в этом году делаем. Из них 6 в Ленинском, 7 в Калининском и 12 в Московском районе. Работы во всех дворах ведутся. Единственное, что я знаю, там в 3-4 дворах еще пока не начали работы вестись. Но они представляют не настолько большие, обширные территории. К 30 октября все работы должны быть завершены. И я думаю, что эти работы будут завершены. Мы очень на это надеемся. Единственный момент, смотрю по сводной таблице, которую сегодня мне представили, как творится на сегодняшний день по мере реализации. На сегодняшний день у нас есть компания, которая устанавливает детские игровые площадки. Работу выполнил на 50% примерно. Единственный момент, который меня сегодня тревожит, это непосредственно освещение в этих дворовых пространствах. У нас выиграла пензенская компания, генеральная строительная компания города Пенза, как я сейчас помню. И они у нас, получается, делают освещение, столбы и все остальное. Согласно сведениям, которые мне сегодня представили, они работу сделали только пока. Вернее, не то, что сделали, они пока ведут всего лишь только в 4 дворах. Мы надеемся, что они успеют к этому моменту все это выполнить, но опасения есть. Потому что просто мы их не знаем. Сейчас проходит просто согласование еще светильников, которые там они должны поставить, какое оборудование. То есть в этом тоже, конечно, есть какие-то определенные сложности. Насколько я знаю, они там все уже заказали. Будем надеяться, что все в срок сделают. Но я бы сегодня хотел призвать всех жителей, которые живут в нашем городе, горожан, непосредственно живущих в тех дворах, где сегодня проходит ремонт, чтобы они следили за тем, как этот ремонт происходит. Насколько хорошо кладут асфальт. Насколько все качественно это делается. Где это может быть? Горки устанавливаются неправильно. И такое, потому что тоже было. Там доходило до абсурда, что ставили горки, а ребенок, скатываясь с этой горки, он там чуть ли не 30-40 сантиметров, потом вниз летит еще к земле. То есть пусть смотрят, это все-таки ваш двор непосредственно. И этот общественный контроль он всегда должен быть. Мы всегда призываем к тому, чтобы в первую очередь все у нас делалось для горожан. И общественный контроль, который есть среди дворовых пространств, там есть совет домов, как зачастую это бывает, старший по домам, чтобы они смотрели на это. Потом звонили нам, и мы уже принимали определенные меры реагирования на эти звонки. Это очень важно. Дмитрий Валерьянович, скажите, пожалуйста, а были ли меры реагирования после вашего рейда, скажем так, депутатского рейда по дворам, где идет благоустройство? Ну, скажем так, что к нам подходил житель в одном из дворов. И он сказал, что вот здесь нам нужно сделать по-другому, что вот реально делают неправильно. Мы там же сразу решили, что да, согласны, можно чуть-чуть переделать, никому это не будет мешать, вот эта переделка. Это касалось непосредственно стоянки автомобильной. Что даже его предложение, оно имеет место быть для улучшения дворового пространства. И прямо на месте сразу мы решили, потому что это не влечет никаких, можно сказать, больших структурных изменений по проекту. То есть во время таких выездов депутатов по местам благоустройства удается решить вопросы на месте? Да, конечно. Для этого мы и выезжаем. Мы, во-первых, хотели посмотреть, как все это проходит на данный момент, какие есть трудности, с чем сталкиваются непосредственно подрядчики. Ну и вот к моему, может быть, стыду сознаюсь, что где-то я там не доглядел. Один из районов, в который мы выезжали, был и мой округ. Мы с главой московского района включили в этом году обустройство сквера Ахазова. Жители давно просили, там хотели построить дом, эту площадку отвоевали и хотели сделать сквер. Выделены на это средства, и согласно проекту, который был в самом начале, там должна была проходить пешая тропа к этому скверу вдоль 45-й школы. Родители давным-давно просили сделать эту тропинку для того, чтобы дети спокойно, ни по грязи, ни по проезжей части могли дойти безопасно к школе. Вроде бы эту проблему мы, я был на 100% уверен, что мы ее в этом году решим. Нам уже непосредственно в самом сквере говорят, что этой дорожки не будет, потому что вот там жители решили, что эта дорожка, которая будет проходить, а там эта программа идет со финансируем жителей, за нее мы платить не хотим. Но можно было решить и по-другому. И город за это заплатить, по сути. И сейчас эту дорожку, получается, ее не делают. Крайне необходимое и важное это наши дети. И вот решили на этой комиссии, которая у нас была выездная, прямо на месте сразу, что сейчас делаем обращение главе администрации, чтобы в срочном порядке данную проблему решили. Потому что сегодня еще чуть-чуть мы войдем в зиму. Как дети будут ходить с ближайших домов в 45-ю школу? Они уже какой год страдают. Они сделали громаднейшее письмо. Все родители подписались в данные школы. Директор об этом давно говорил. То есть выявили и такую проблему. Ну и еще ряд проблем, касающихся поросли, кто ее там вырубает. Но это чисто технические вопросы, которые мы непосредственно с администрацией вместе решаем. Ну вот еще один проект, который должен был реализовываться в Чебоксарах, наверное, уже. Но вот сейчас, мне кажется, что стали об этом меньше говорить и меньше делать. Это реформирование транспортной системы столицы республики. Вот на каком этапе? Мне кажется, что затормозили. Знаете, вот хороший вопрос такой. Когда мы его обсуждали и начали пару месяцев назад, так очень бурно все это проходило у нас. Публичные слушания, если вы помните, там при таком аншлаге проходили. Мы прекрасно понимали и всегда всем говорили. Вот этот вопрос, который начал сильно муссироваться и в городе, и в интернет-пространстве, и в других общественных сообществах, он надуманный. Он надуманный непосредственно теми операторами, которые сейчас работают. Они пытаются обострить эту проблему. По сути, там как таковой проблемы ее нет. Она решается в обычном таком жизненном ритме. Потому что сегодня мы говорим о том, что нужно менять то, что у нас есть. А они думают, что у них бизнес отбирают. Совершенно не так. Никакого ни у кого бизнес не отбирается. Все проходит еще более открытий. Все проходит через аукционы, через конкурс. Вернее, не через конкурсы, а все проходит через аукционы. А раньше было через конкурсы. То есть, сегодня все через конкурс. Электронный аукцион, где любой может подать заявку и потом уже в этом аукционе побеждать определенный маршрут. Сегодня, на данный момент, у нас были публичные слушания, если вы помните. До этого институт целый год проводил исследования. Сегодня мы уже подписал Ладоков, у нас Алексей Олегович, проект планирования маршрутной сети перевозки пассажиров и багажа наземным транспортом. После этого, 1 октября, у нас закроются два маршрута. После этого у нас будет проведен аукцион. По новым маршрутам это будет в начале следующего года, в первом полугодии. После этого, те операторы, которые станут уже новыми, выигравшими определенный маршрут, начнут готовиться к 1 июля. И с 1 июля это у нас точка, когда начнется уже новая работа по новой маршрутной сети. Непосредственно касается наземного транспорта. А то, что мы наметили, это сокращение маршрутных сетей. Это идет, оно будет в любом случае, потому что у нас было большое дублирование, если вы помните, да, то у нас там с 29 до 18 мы сейчас сходим. Было 29 дублирующих маршрутов, это нонсенс вообще. У нас была загружена не по нормативу маршрутная сеть. Это составляло 6,4 километра на квадратный километр, что тоже это очень много по нормативу от 2,4 до 4,3. Мы сегодня по максимальной опять все равно шкале идем, у нас будет 4,3 километра на 1 квадратный километр маршрутной сети. То есть это как? Внутри этого квадрата, скажем так, если это 1 квадратный километр, то дорожная сеть, маршрутная, транспортная сеть, она не должна быть больше, чем 4 километров внутри. Сейчас это 6,4 километра. То есть это очень много. Ну, конечно же, мы и говорим про безопасность, если мы говорим про реформу, которая у нас грядет. Потому что мы уходим с малой местимости на средние и большие местимости автобусы, что само собой уже говорит о том, что это более безопасно. Естественно, те, кто выиграет аукцион, они будут очень долгосрочными, они закупят новые машины. Это будет опять же безопасность, это будет и комфорт. Сейчас прорабатывается вариант, значит, какие у нас машины будут ездить непосредственно в город Чебоксара. Дмитрий Валерьянович, ну, надеемся, что действительно все будет, все будет хорошо. Еще один такой вопрос, наверное... Несомненно, так и будет. Наверное, завершающий, да? Знаю, что сейчас готовятся новые правила благоустройства. Вот будут ли они вынесены на публичное обсуждение? И что они будут менять? Что меняется в новых правилах? Ну, начнем с того, с чего вы начали. Правила благоустройства, естественно, будут вынесены на публичное слушание. Вот. И у нас, если вы заметили, что все большие вопросы, они вначале обсуждаются с общественностью. Сейчас, на сегодняшний день, новые правила благоустройства проходят юридическую проверку. Сейчас, когда дадут правовую основу всему этому, будет вынесено на сайте городском под определенным баннером этот проект, где люди могут его, естественно, изучить, внести свои предложения. Ну, и, конечно же, потом еще с этими предложениями они могут прийти на публичное слушание, которое будет чуть позже объявлено. После этого мы собираем все предложения от людей, которые будут что-то либо предлагать и принимать уже с этими предложениями на общегородском собрании депутатов. Изменения какие коснутся? Я вам скажу так. Там изменений очень много. Это касается непосредственно полностью всей жизни городской. Там касается, начиная, можно сказать, от самого маленького и касаясь самого великого. Это абсолютно новые правила. Не стали мы там... То есть раньше-то как было? Мы всегда вносили какие-то определенные изменения в эти правила. Сейчас нет. Мы сказали, надо полностью новые сделать правила, потому что они уже давно претерпели изменения. Состарились. Состарились, конечно. Жизнь, она же вносит новые коррективы. Сейчас много новых вещей, которых раньше не было. Там только по одной рекламе столько всего написано. И что там у себя представляет определенная вывеска. Там непосредственно сейчас электронные фасады, которые у нас начали появляться. То, что касается крышных установок. Там куча всего. И так во всем. Вот я читал эти правила, я не увидел в этих правилах. Может быть, я как-то где-то не заметил. Может быть, они и есть на самом деле. Но я не заметил там, допустим, пункта по кондиционерам. В старых правилах. В новых правилах. А, в новых правилах. Поэтому хочу тоже на это обратить внимание. А вы за или против? За чего именно? Чтобы устанавливали кондиционеры на вносные блоки? Ну, я считаю так, что кондиционеры в любом случае люди могут установить. Это нормально. Но они не должны быть на фасадной части домов. Сейчас очень большое количество кондиционеров. Они предлагают разные решения. Их можно установить где угодно. Но на фасадной части, которая выходит на лицевой, имеется в виду, да, часть к определенной магистрали, конечно, быть не должно. Спасибо большое, Дмитрий Валерьянович. Я думаю, что эта тема еще не одной передачи. И мы с вами встретимся и обсудим уже после публичных слушаний новые правила благоустройства. Спасибо, что пришли к нам в студию. Рад буду встретиться. Спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Пожалуйста. Спасибо вам. А я напомню, что сегодня в гостях программы «Актуальное интервью» был депутат Чебоксарского городского собрания, председатель комиссии по городскому хозяйству Дмитрий Неконоров. До свидания. Актуальное интервью